сегодня я вам расскажу как с помощью автор эффекта и плагин элемент 3d собрать или разобрать ваш логотип либо какое-нибудь слово на трехмерные кусочки которые будут разлетаться по сцене или наоборот собираться в логотип и для этого нам не понадобится знание никаких трехмерных редакторов не 3d max они синими только after effect и плагин элемент 3d от энди крамора для элемента 3d нам понадобится логотип вот такой вот я буду использовать и логотипа должны быть четкие края но понятно трехмерная сетка не может быть какой-то в полупрозрачном состоянии поэтому края будут четкие соответственно и ту геометрию который элемент 3d для себя построит она будет соответственно с нормальными краями данном случае мы используем альфа-канал и как видите такая прозрачность и преобразуется потом в сетку так еще нам понадобится вот такой вот слой в нем как видите куча масок как создавать такие маски я вам потом покажу а пока но вот этот файл я наверно приложу с этой маской вы можете в любом случае прямо этот файл скачать и использовать своих работах не заморачиваясь созданием подобной маски и для начала берем значит вместе вот так объединяем их и сделаем им при композ чтобы логотип был сейчас он видите маленький а он должен быть размером с композицию но так будет лучше от не обязательно но так будет лучше делаем при композ двигаем туда открываем и теперь надо маску сделать между масками зазор и побольше сейчас они очень маленькие чтобы это сделать мы набираем м нажимаем открываются все маски щелкаем первую даже два раза и нажимаем чтобы маски полностью открылись со всеми свойствами выбираем первое жмем control а выделяются все маски и мы expansion делаем допустим минус 2 вот или минус 1 здесь короче надо смотреть по размерам нужно чтобы вот эти вот эти прогалы были четко видны сделаю минус 2 так и режим меняю на stencil по моему альфа теперь мы видим наш логотип саму маску не видим но логотип сквозь эту маску проглядывает возвращаемся в главную композицию и запускаем вот такой вот процесс auto trace как видите здесь уже создаются маски вам возможно придется вот эти вот настройки подергать чтобы маска была как можно более плотней создавалась и используем конечно альфа канал маска как видите должна ну как более точнее соответствовать всем этим уголкам если например тут что-то сделать то она возможно изменится и какие-нибудь детали потеряются вот получается у нас такой вот слой я цвета давайте у него поменяю чтобы было нагляднее видно и маски ну вот видите у меня точки такие большие потому что я настройках after effect они сделали что можно размер точек менять нет удобнее с большими работ ну когда когда маск но конечно куча получается но все вы видите то есть куча 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 масок создалось которые формируют собственно вот это вот все дело на основе этих масок мы и будем создавать ну вернее не мы а сам элемент 3d создаст для нас геометрию сам слой нам не нужен мы его просто прячем слой с элементом 3d не забудем его конечно же применить это вот у нас видно старый логотип его тоже принципе можно спрятать и в самом слой элемент 3d мы уже и начнем работу прежде чем заходить в настройки самого плагина нам нужно вот здесь вот выбрать тот как раз ауто трейс который мы сделали смазками теперь заходим настройки самого плагина делаем экструд вот у нас получается слой если у вас там другой путь выбран то принципе вот здесь вот вы выбираете тот путь который вам нужен сейчас видите края ровненький поэтому в принципе можно давать сразу материал назначим какой-нибудь хром допустим ну и края можно увеличивать вот этими вот параметрами можно либо сами края увеличивать в общем как бы стараться чтобы заполнить прогалы между этими штуками но как видите издалека смотрится довольно таки неплохо но от местами из-за маски вот такие вот нарушения происходят на это неважно нажимаем ok сразу создаем камеру чтобы можно было крутить обычная камера вот такого вот типа допустим вот такой пресет используем теперь мы можем спокойно тут вращаться и рассматривать нашу сцену получается такой логотип он состоит из кусков и теперь нам нужно настроить их разлет собирание разбирание для этого можно конечно использовать одну группу и менять у нее там настройки ну то есть простая анимация либо использовать движок анимации но если мы будем использовать движок анимации нам нужно эта модель присвоить сразу двум группам по умолчанию они просто переключаются держим shift и у нас этот объект попадает в группу 1 и в группу 2 переходим к настройкам плагина группу 2 снимаем потому что пока мы будем настраивать группу 1 то есть группа 2 это финальный он в ней остановится или нет смотрите вот начинается в группе 1 а заканчивается в группе 2 группа 2 мы прячем а группу 1 ведь она включена и мы будем ее настроивать для начала нам потребуется здесь конечно немножко вот путь потому что тут полно всяких настроек с одинаковыми названия и смотрите именно в каком разделе я что меняю сначала мы включаем вот эту штуку теперь у нас каждый кусок становится собственным объектом мы немножко задаем разные углы вращения давайте вот так вот сделаю чтобы было побольше видно куски и рандомно повернулись теперь мы еще и как-нибудь их пространстве раскидаем и вот тоже можно и по всяким осям подвигать вот создаем такую непонятную штуку если мы сейчас камеру покрутим то видите создалось такое облако осколков можно еще там как-то извращаться вращать его но прикольно смотрится знаете когда я сейчас уже вот в репликатор то есть где сами настройки всей группы и можно ее так вот еще повернуть вот такой вот облако осколков ничего не понятно теперь с помощью как раз того самого движка анимации мы включая его используют этот параметр видите осколки собираются логотип понятное дело что тут можно по-разному настраивать например давайте проанимируем с нуля и до допустим вот тут будет сотня всякие режимы участок линейный то есть по линии происходит можно например идеальный выбрать когда они как бы будут собираться видите к центру но тоже прикольно выглядят ночью понимаете настроек тут много можно что посмотреть покрутить пока остались вот на таком вот варианте чтобы вам было наглядно все видно и теперь смотрите когда нас логотип собирается видно вот эти вот осколки ну конечно не очень хорошо чтобы этих осколки закрыть мы давайте вот этот еще элемент продублируем из продублируем его как слой чтобы он сверху наложился но у него выключим анимацию давайте ассо сейчас делаю и включим даже не включим а мы создадим для него новую маску эта маска будет логотипом но без прогалов то есть опять давайте вот сейчас все выключу вот у нас маска без трещин мы ее опять также делаем auto trace ей по альфа канаву получается маска ее мы сразу переименовываем чтобы нам было понятно и вот этому скопированному плагину кастом лэйерс назначаем нашу маску теперь вы видите что этот логотип немного он съехал но вернее на детали распался потому что наверно нам нужна та группа который мы не меняли вращение то есть вот стандартными настройками и если мы допустим давайте эффект tint для наглядности положу вот это у нас логотип без без трещин и тот самый логотип который разлетается он снизу лежит на нижнем слое а а когда логотип собирается как вы видите он его перекрывает поэтому нам достаточно просто например камера то есть где у нас там анимация заканчивается где-то вот в этом месте мы берем прозрачность этого слоя ставим на ноль и допустим обрежем этот слой чтобы он не считался и где-то вот здесь вот делаем ее сотни ну то вы понимаете крутится 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 потом логотип вот появляется даже можно чуть попозже и он меняется красным конечно тент нам не нужен хотя для наглядности и как видите трещины исчезают но там можно например не обязательно по прозрачности а какой-нибудь переход линейный или радиальный использовать но все зависит от форма логотипа но в принципе так пока остановимся ну и ради прикола нужно проанимировать положение камеры допустим заканчивается она в таком состоянии начинается вот так вот и посмотрим что получится но вот у меня просчиталась вот таким вот образом как видите логотип собирается и в конце у нас выглядит как трехмерный слой но при этом на нем нет никаких трещин то есть он нормальный цельный логотип весьма прикольно можно чего так вот чуть-чуть отъехать и вот такая вот простая анимация у нас получилось принципе если вам в конце не нужен трехмерный логотип что там всякие отражения вот это все дело можно вот тот самый слой который мы использовали в качестве логотипа сделать его трехмерным и как видите он будет совпадать все просто сверху накладываем единственно там надо будет по сизет его подвинуть на толщину логотипа и теперь вот он будет как бы находиться сверху то есть если здесь какая-то графика что-то нарисовано будет то это сверху наложится и не будет всех этих вот трехмерных отражений преломлений тоже как вариант и просто по прозрачности таким же образом его где на нас тоже вот возьмем скопируем ключи сюда вставим так подвинем и он будет даже чуть чуть подальше трехмерного то есть сначала у нас собирается видно трещины потом трещины зарастают а потом уже сверху сам логотип накладывается ну и второй слой который бесстречного вообще не обязательно использовать можно просто накрывать но тогда правда на торцах видно так что нет лучше его оставить вот а нижний слой таким же образом можно в прозрачность увидеть увести в ноль чтобы он не считался лишнее время не тратил на просчет композиции то есть вот таким образом все заменяется и мы видим либо такой вариант трехмерный либо либо с двухмерной картинкой сверху как видите весь этот способ он построен на то что у нас есть какая-либо маска вот такую вот маску саму маску я вам предоставлю ссылку на нее ищите в описании к ролику на ю тубе а ее я создавал с помощью плагина вернее плагина скрипта который называется вороной шеттер вот он как раз создает такие вот вещи прикольные если же вам нужно какая-нибудь другая форма ну например вот слайсер есть что там еще сплит имидж они как бы делят картинку на коробке поэтому можно тоже каким-то образом их использовать например вот rd слайсер вот с такими настройками он создает вот такую решетку если ее тоже использовать как маску для логотипа то соответственно будут не рандомные кусочки я вот такие коробки возможно такой метод уж кому-то пригодится это эти все штуки они вот как вы бесплатно видите цена здесь 0 здесь вот тоже можно задать 0 вообще как скачивать бесплатно с этого сайта я показывал в этом уроке если не знаете то смотрите собственно вот такой вот достаточно простой способ если вам понравилось не забудьте поставить лайк этому видео также подписывайтесь на мой канал и смотрите другие мои видео уроки по after effect у есть немножко по синими удачных вам анимации логотипов пока